Друзья, всем привет! Вы на канале Кузбразер Хукс. С вами я, Димас. Мы для вас решили приготовить, наверное, такой старорусский, славянский суп. Давно его знаю. Сегодня будем готовить щи суточные с квашеной капустой. Вариации много приготовлений. Для вас свой вариант предоставим. В наших условиях, естественно, как мы можем. Бульон у нас будет куриный, нейтральный, чтобы было. Естественно, самый, наверное, оптимальный это говядина получится. Но куриный самый нейтральный, самый, как бы, вариант такой, самый удобный для всех. Заранее приготовили. У нас была небольшая непогода. В домашних условиях сделали для супа главную заготовку, основу, так называемую. Что мы сделали? У нас квашеная капуста была покупная. Мы вывалили ее в кастрюльку, залили водой и начали тушить. При этом сразу добавили специи. Соль, сахар, кумин в данной ситуации. Потому что тмина у меня не было. Лучше, если у вас есть тмин, добавьте тмин. Зира не так подходит к этому супу, как тмин. Тмин намного интереснее. Также добавили зерна кориандра, либо кинзы. Все это тушили. Потом отдельно спассировали лук с морковкой. Добавили туда полторы ложки столовой томатной пасты, обычный стандарт. Все это спассировали, все добавили сюда. У нас еще тушилось это. И отдельно мы сварили перловку. Если у вас есть другая, как это крупа, ничего страшного. Как бы любая крупа подойдет к этому супу, в принципе, пшеница или даже рис. Перловка сварилась. Мы ее сюда перевалили и дальше начали немножко тушить. Также добавили чеснок, лавровый лист, перец с горошком душистый. Получилась у нас вот такая вот основа. Тушить нам до такого состояния, когда капуста уже достаточно мягкая. Естественно, идет в этот суп картофель. Бульон куриный, как я говорил, у нас там варится. Вот два часа без всяких коренев, без всего. Просто мы обжарили курицу и добавили воды. И вот у нас варится два часа зелень, любая петрушка, укроп, какую вы любите, какая у вас есть на огороде, на даче, либо купили в магазине. В этом супе главное это как бы сварить бульон и приготовить основу. Вот тушеная капуста со всеми дополнительными ингредиентами. Ну вот, смотрите, мы перешли к нашему лобному месту, так называемому. Наш бульончик, тоже добавили сюда перца душистого, горошка. И как бы закидываем наш картофель. Причем закипание, пять минут варим и закидываем нашу основу. И уже, наверное, в течение десяти минут доводим до вкуса, пока она томится. Как бы этот суп такой, его не страшно разварить. Накрываем крышечкой. Ну все, ребята, вот у нас картошка закипела. Мы сразу варим нашу основу. Главное, чтобы не сгореть. Вот так позволю себе это сделать. Потому что огонь сильный. И все это аккуратно перемешиваем. Пиляться. Ну все, суп у нас, в принципе, готов. Мы сейчас доведем его до вкуса, добавим чуть зелени. И у нас уже будет томиться. Сейчас уберем огонь. Сделаем его без муки. Так он, в принципе, хорошо густой. Мука нам не понадобится. Попробуем на вкус сейчас, что у нас. Мне кажется, даже ничего не добавлять не надо. Ну вот, мы, короче, сейчас решили попробовать сейчас суп, какой он будет на вкус. И через сутки. Остается когда. Чуть нальем. Горячий еще. Запах обалденный. Вообще горячий. Очень вкусный, кисленький суп такой. Обжигает специи. Бомба просто. Ребята, это бомба. Суп амбический. Так что не переключайтесь, через сутки увидимся. Ну вот, у нас прошли суточки, ребята. Почти. Суп ставил у нас уже в холодильник. И мы перелили его с казана. Наши сердечные щи. Погрели сейчас. Опять же решили есть горячими. Вот запах обалденный. Порвуем как на вкус у нас получился. Просто сказка вообще. Очень вкусный. Если с утреца голова болит от этого дела, это самый лучший суп. Можно даже холодным есть, мне кажется. Может. Красивый. Капусточка, все дела прозрачные. Правда, отличный суп. Насыщенный вкус у него такой. Бомбический. Получается. Вот вам рецепт мой. Нашего канала, точнее. Кому видео понравилось. Первый раз на канале. Подписывайтесь обязательно. Всем приятного аппетита. Здоровья. С вами был Димас. Вся банда. В уговоре с оператором Антоном. Увидимся. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.